Всем привет! На днях я вернулся из большого, относительно большого, мот-путешествия по Крыму, который совершил на своем мотоцикле Seif Moto 450 MT. Мотоцикл, вот как и я, только вернулся, я еще даже его не мыл, и могу сделать уже более-менее объективные выводы о поведении и характере мотоцикла в дальних путешествиях. В моей поездке, а проехал я на минуточку 4600 километров в эту поездку, и в моей поездке были различные дороги с различными покрытиями. Это были и быстрые автомагистрали, и прекрасные извилистые второстепенные дороги, горные серпантины, грунтовые дороги, грейдеры. То есть, различные покрытия, различные режимы. Поэтому хочу с вами поделиться, что собой представляет этот мотоцикл на, соответственно, этих дорогах. По самому путешествию будет отдельное видео, и даже, скорее всего, не одно видео, потому что путешествие получилось просто фантастическое, эпичное. И одно того стоит, что ехали мы на Кавказ, а в итоге приехали в Крым, по определенным причинам было очень много приключений. Короче говоря, видео будет, но будет позже, потому что надо все это монтировать. Я там кучу материала наснимал, плюс хочу еще сделать вставочки, доснять с рассказами участников путешествия, их мнением и оценкой того, что происходило. Короче говоря, подписывайтесь, будет интересно. А что касается сегодняшней темы, то есть, это не обзор мотоцикла, это именно рассказ о том, каким он мне показался на вот этих различных режимах. Итак, начнем. Условно, точнее, даже не условно, а просто поделим дороги, по которым на этом мотоцикле можно ездить, на несколько категорий. И первая категория, самая, наверное, большая, это магистрали. То есть, мы ехали на Кавказ, ехали в Крым, по, естественно, М4. Изначально попытались ехать второстепенными дорогами, но из этого у нас ничего не вышло. И поехали по М4, это автомагистраль, это высокие скорости. Что же собой представляет этот мотоцикл на автомагистрали? Мы знаем, что у него небольшой объем, 450 кубов, 42 лошадиные силы. Для того, чтобы уверенно себя чувствовать на высоких скоростях, я поставил 15-ю звезду, тем самым увеличив крейсерскую скорость. И на мотоцикле получилось спокойно ехать, спокойно и без напряга, то есть, примерно держать 115-125 км в час средней скорости. В принципе, я часто какие-то перегоны, где немного машины, можно хорошо разгоняться, я держал и 140-150, но это уже для него многовато. И получается большой перерасход топлива. Был участок в Крыму, где всю дорогу приходилось ехать против ветра, когда я возвращался. И расход топлива у меня получился на таком режиме 6,2 литра. То есть, я ехал 140-150 на всю практически дыру. Это была максимальная скорость, которую можно было более-менее развить. И, конечно, перерасход. Тогда как на нормальных режимах по каким-то сельским дорогам он потреблял у меня 3,5 литра. Но в целом средний расход за поездку получился 4,6 литра. 4,6 литра, различные режимы. И если ехать в режиме крейсерской скорости, где-то 120 км в час, то вот такой расход и получается. 4,5 до 5 литров. 4,6 литра – это мой расход. Что касается посадки. Есть нюанс. Мотоцикл имеет небольшую высоту по седлу. Небольшую очень даже. Это, конечно же, удобно. Удобная эргономика. То есть, сочетание седло-руль очень удобно и комфортно мне. Мой рост 184 см. Но сочетание подножки сидения неудобное. Я ездил до этого на версию, там была такая же история. То есть, у вас достаточно острый угол в коленях. Колени устают. Устают в дальней поездке. Хочется, чтобы сидение было выше. Есть опционально более высокое сидение, плюс 50 мм. Наверное, стоит мне поставить его. Чтобы избежать вот этих неприятных ощущений, я надевал свои кроссовые шарнирные колени под штаны. Потому что с теми коленями, которые встроены в штанах, обычные вставки, это было бы нереально вообще. То есть, проезжать там 500-800. Были у меня такие перегоны километров в обычных штанах с коленями. Мне кажется, невозможно. На колени давят, из-за того, что штаны натягиваются. И вставка защитная давит вам на колено. Вот это неудобный момент. Единственный из всего. В остальных режимах посадка мне очень понравилась. В стойке, сидя, стоя, все очень хорошо. То есть, руль, подножки, хорошо. Руль, сидение, хорошо. Но подножки, сидение, плохо. Плохо для меня. Естественно, это субъективно и связано с вашими антропологическими, или как это называется, особенностями. Далее, ветрозащита. Ветрозащита для движения по трассе однозначно недостаточная. Причем, ветрозащиту нужно поделить на несколько частей. Вот нижняя ветрозащита, то есть, то, где нас закрывает бак. Очень, очень хорошая. То есть, вы сидите и до пояса бак вас закрывает, вам комфортно. То есть, в ноги не дует. Ветрозащита рук тоже неплохая. Но есть нюанс. У меня руль немного поднят вверх. Провернут, я имею в виду, в крепеже. Вверх. Соответственно, ветрозащита вместе с рычагами немного опустилась вниз. Угол поменялся. Это для того, чтобы мне было удобно ездить и сидя, и стоя. То есть, некое среднее положение. Ну, не будешь останавливаться, скажешь, так, я выезжаю на грунт, надо мне поднять руль. Нет. Я себе отрегулировал так, как мне удобно, чтобы было удобно и сидя, и стоя. И ветрозащита опустилась немного в верхнюю часть ладони. Рук начинает задувать. Но не критично. Никаких камней там и мух мне в перчатке не прилетал. Что касается стекла. Высота стекла достаточная. Ну, может быть, еще плюс 50 миллиметров можно было бы добавить. Но недостаточная ширина стекла. Я видел на Алиэкспрессе продаются точно такой же формы стекла, но отличающиеся высотой. Это не то, что надо для этого мотоцикла. То есть, если вы хотите путешествовать комфортно на высоких скоростях и по магистралям, вам нужно добавлять именно ширины. Оригинальное стекло, оригинальное широкое высокое стекло, оно выше и шире. И при этом имеет нормальный дизайн. Не знаю, правда, где его купить. Это вопрос, кстати, к АВМ-трейду. Я мотоцикл... Пауза. Я мотоцикл заказывал в апреле. И забирал его в августе. И у своего дилера в Москве, самого крупного российского дилера вообще мотоциклетного, и у одного очень крупного и хорошего дилера в Питере я узнавал по поводу аксессуаров для этого мотоцикла. Ничего нет в наличии. Мало того, нет каталога. Ребята, ну это просто... Вы что, не хотите продавать? То есть стекла, дуги, защита днища, подогрев ручек, да куча всего, сумки. То есть люди покупают этот мотоцикл не для того, чтобы он стоял, а для того, чтобы на нём путешествовать, кататься. И я как бы обращаю ваше внимание на работу вашего же отдела запчастей и аксессуаров. Очень странно, потому что вы же занимаетесь квадроциклами. В первую очередь квадроциклы тоже подразумевают под собой аксессуары. Почему вы, выпуская новую модель, не озаботились наличием для неё аксесса? Мне это удивительно. Продолжаем разговор. Соответственно, что у нас получается? У нас получается, что в шлем поток не бьёт, но он срывается здесь с боков, попадает в плечи и, завихряясь около шлема, около ушей, создаёт очень громкий звук. То есть проблема не в том, что дует, а в том, что громко. Я езжу в берушах, кстати, что и всем рекомендую, чтобы себе слух не посадить. Но всё равно это некомфортно. Если мы говорим о движении по грунтовкам или по дорогам второстепенным, где нет таких скоростей, и где вы заняты управлением мотоцикла, серпантиной или просто обычные дороги, российские двухполосные, простые дороги асфальтированы, где поворот за поворотом, там о ветрозащите не думаешь, ты просто едешь, кайфуешь, потому что мотоцикл управляется замечательно. Это следующий наш будет раздел. А когда ты едешь по магистрали, и тебе, в общем-то, нечем заняться, кроме как смотреть вперёд, там, и иногда по сторонам, здесь ветрозащита тебя начинает напрягать. Но я, что касается меня, я не буду менять стекло, меня текущее положение дел устраивает. Я просто не люблю ездить по магистралям. Это вообще не моё, вот это движение. Для этого нужен большой, тяжёлый, мощный мотоцикл. Но это даже дело не в мотоцикле, а в том, что мне не подходит такая езда, мне неинтересно ехать по прямой абсолютно. Я, в общем-то, люблю больше мотоциклом управлять, ездить по каким-то интересным дорогам с остановочками. Туда заехал, сюда заехал, здесь проехал, тут остановился. Вот. Если где-то путано и непонятно, то задавайте, пожалуйста, вопросы. Итак, посадку разобрали, аэродинамику разобрали. Что касается эргономики, мне она подходит идеально. Удобные зеркала, удобная приборная панель, очень хорошая, отлично читается на скорости, отлично читается, когда в неё светит солнце, у неё автоматическая регулировка яркости, то есть она не слепит ночью, и при этом она замечательно читается на солнце. И те показания, которые мы видим на приборной панели, они очень удобны в путешествии. То есть тут есть три пробега, Total, Trip1 и Trip2. Мы, соответственно, можем их отдельно смотреть и отсекать. То есть разделено две строчки. У вас сверху пробеги, а снизу путевые показатели. Расход топлива, запас топлива, мгновенный расход, расход средний. Причём для каждого пробега это отдельно. То есть вы выставили сверху пробег, например, за всю поездку, раз, снизу посмотрели, какой у вас расход. Классно и удобно. Температура двигателя, вольтметр, что, кстати, нам пригодилось бы на других мотоциклах, с которыми у нас были проблемы, с зарядками на двух раритетных мотоциклах, которые путешествовали со мной. И запас схода, это видно сразу и всегда. Короче говоря, приборка очень удобная и хорошо читаемая. Здесь же сверху вот это место, где можно расположить навигатор или телефон, в моём случае это телефон, всё тоже очень хорошо видно и удобно. Регулировка стекла отличная, одной рукой, причём любой. Две USB зарядки сбоку. Короче, всё прямо супер. Зеркала замечательные. Есть вибрация на них, на высоких скоростях. Кстати, отдельно скажем. Единственный минус этих зеркал, он же плюс этих зеркал, это то, что они складываются. Я не пользовался складыванием в поездке. Не особо это нужно. Мне было, это в основном какие-то бездорожники делают. Не совсем мне понятно для чего. Это какая-то суперпередняя стойка, что ли. Но получается так, что каждый норовит. О, это что? Это складные зеркала? То есть каждый, кто видит, хочет вот эти зеркала потрогать. В итоге ты потом сбившуюся регулировку подрегулируешь. Вот. Что касается вибраций, то они присутствуют. И не сказать, чтобы сильно досаждают. То есть есть вибрация на подножках. Несравнимая, естественно, с одноцилиндровыми мотоциклами. Вообще даже рядом не стоял. Но она есть. Мелкий, мелкий зуд. На зеркалах, на ручках и на подножках. В целом немного утомляет. То есть когда ты проезжаешь, я потом останавливался каждые 200 километров, заправлялся и минут 10 отдыхал, руки гудят. Если левую руку можно с ручки убрать, то справа круиз-контроля нет. Правую руку приходится на рукоятке всегда держать. Далее. Тормоза. Тормоза хорошие, но мне кажется, что недостаточно эффективность тормозной машинки переднего тормоза. Потому что давить приходится, то есть я привык тормозить там одним-двумя пальцами. Здесь для эффективности торможения нужно прям давить тремя пальцами. То есть приходится сильно-сильно давить. То есть как-то сильнее, чем хотелось бы. Хотя при этом если ты давишь сильно, то мотик тормозит хорошо. Плюс удобства в том, что можно отключить АБС на заднем колесе и одновременно с этим трекшн-контроль нажатием одной кнопки на руле. Это делается быстро, удобно. Причем, если вы заглохли, но не выключали зажигание, все настройки остаются такими же, как были. Вот. Далее. Свет. Свет очень хороший. В общем-то, даже как будто бы и не хочется дополнительного. Светодиодные фары. Блок фары дальний-ближний регулируется одновременно. Когда я купил мотоцикл, свет был не отрегулирован. Он светил куда-то в небеса. Соответственно, я его подрегулировал в поездке. с учетом того, что у меня сзади большие сумки, большая нагрузка, то есть, мотик еще выше стал светить. Я свет опустил и был очень этим светом доволен. Вот. Это, что касается у нас магистралей. На дорогах шоссейных попроще категорий, на серпантинах мотик доставляет просто несравнимое удовольствие. Он очень классно управляется для мотоцикла с 21-м передним колесом. Очень классно. Никаких вопросов у меня нет к резине. На всех покрытиях она замечательно себя ведет за исключением грязи и травы. Но ездить по грязи и траве лучше, наверное, на других мотоциклах. Вот эта история о том, чтобы дубасить на тур эндуро мотоцикле. Ну, это не то, что тур эндуро, адвенчир, конечно. Но гораздо проще и удобнее на более легких мотоциклах это делать. Здесь же вы можете естественно съехать на грунтовочку и по грунтовой дороге замечательно поехать. Причем ушел я немножечко далеко. До грунтовых дорог мы дойдем позже. Итак, на шоссейных дорогах, на горных серпантинах мотоцикла управляется очень хорошо. Очень. То есть ты едешь и кайфуешь от мотоцикла, причем тебе не очень-то важно насколько хорошо это покрытие асфальтовое, подвески энергоемкие, ни разу нигде у меня подвеску не пробило, ни на ямах нигде. И я вот управление этим мотоциклом кайфовал. Удивляет коробка передач, насколько четко все переключается, то есть как на хонде. четкая, мягкая, классная коробка, щелк-щелк, вообще ни разу не было у меня каких-то проблем там с нейтралью, перескакиваний каких-то, то есть очень хорошо, очень хорошо, сцепление мягенькое, не гидравлическое, но мягенькое, здоровско, все рычаги регулируются, вообще это вся КТМ-овская видимо тема, потому что вот эти облегченные рычаги, ручки, пульты, либо они сделали как у КТМ-а, либо это просто КТМ-овские детали, мы же знаем, да, что завод СЕФ совместный с КТМ-ом в Китае, и очевидно, что ребята из КТМ-а возможно руку к этому мотоциклу приложили, либо просто ребята из СЕФ-МОТО научились, сделали такой классный мотик, что он удивляет реально, далее, грунтовые дороги, грейдеры, сухие, конечно же, грунтовки, каменистые дороги, которые у нас там были, горные дороги, здесь мотик тоже очень хорош, и действительно, когда начинаешь по этим дорогам ехать быстро, и где-то ошибаешься бывает, но подвеска все прощает, то есть я несколько раз допускал ошибки, мотик великолепно рулится на этих дорогах, при том, что мотик загруженный, вы, если смотрели мое видео, мотоцикл весит 195 килограмм, снаряженный, плюс еще я вешу 90, это без сапогов и всего прочего, плюс еще вещей, у меня три сумки, это, конечно, здорово, на достаточно тяжелом, тяжелый мотоцикл абсолютно не ощущается тяжелым, он ощущается легким и классным и едет превосходно, резина на тех покрытиях, на которых мы ездили, то есть это был сухой грунт, это были каменистые участки, это были щебеночные грейдеры, замечательно, никаких вопросов к ней нет, кроме того, что заднее колесо, у меня за эту поездку миллиметра два примерно стерлось, уже такая вот малость, площадочка образовалась, вроде бы о всем я рассказал, вроде бы, какой нюанс есть на бездорожье, то есть, когда ты начинаешь ехать по плохой дороге с поднятым стеклом, а здесь у меня висит крепеж для телефона и сам телефон, это все имеет вес, вот, и начинает вот так болтаться, я на всякий случай, не потому, что там мне мешает стекло, я не так быстро езжу, чтобы там клевать носом сюда, вот, я на всякий случай стекло на бездорожье старался опускать, чтобы все это не разломать, вот, да, теперь о том, какие же произошли у меня поломки за эту поездку, и, конечно, мотоцикл новый, мотоцикл китайский, но, вы удивитесь, никаких поломок у меня не произошло за эту поездку, абсолютно никаких поломок не было, при том, что в этой поездке мы только и занимались, что чинили мотоциклы, но это были, правда, раритетные, старые мотоциклы, вдобавок, еще и не очень хорошо к поездке готовы, здесь же, там ребята делали ставки, кто первый сломается, и сломается ли что-нибудь, ничего у меня не ломалось, все было замечательно, расскажу еще немного по багажу, какие я использовал багажнички, практически ничего, что у меня стояло на версусе, сюда не подошло, там, конечно, было удивительно удобно располагать багаж, потому что у версуса сбоку нет глушителя, он находится под мотоциклом, и этот мотик версус для путешествий здорово подходит, единственное, что на нем нельзя так наваливать по грунтам, как на этом, вот, здесь же я использовал реновалковские сумки, боковые, две сумки по 14 литров, и верхнюю сумку на 66 литров, мото-вольф, вот, к сумкам вот этим вопросов никаких, все удобно, и достаточно вместительно, как крепил их, потом отдельно сниму, покажу, не очень удобны они в креплении, неудобны они, потому что их нельзя быстро снять, но может быть, это и плюс, их нельзя быстро снять и куда-то унести, вот, к этой сумке вопросы есть, она мне изначально понравилась, очень хорошая и удобная сумка, но у нее не очень качественная фурнитура, мотоцикл у меня упал один раз, сам, и от этого падения у меня оторвались сумки два фастекса, я потом прикрепил их вот за эти петли, эти петли тоже никакие, петля с той стороны обломилась, в общем, пришлось их, короче, вязать, ее вязать не очень удобно, а так, в принципе, хорошая сумка, но я, вот, не первый год уже пользуюсь сумками реновалковскими и на велосипеде, и на мотоцикле, это очень хорошее качество, более того, оригинальные сумки делают они для CFMoto, с надписью CFMoto, короче говоря, всем рекомендую, вот, и спереди у меня установлена маленькая сумочка, велосипедная, тоже, кстати, реновалка, здесь я храню там камеру, и что-то, то, что быстро надо достать, вот, раз, достал, там аккумуляторы, камера, брызгалка для стекла, короче, вот такой расклад по багажу, наверное, ну, то есть, я буду в дальнейшем, конечно, стараться, вот этот, вот этот объем уменьшить, у меня было много лишнего с собой, собирался буквально накануне, и взял, там даже по ошибке, взял два матраса с собой, надувных, чтобы мягко, мягко было спать, ну, короче говоря, от многого можно отказаться, от многих вещей, которые я с собой тащил, у меня было два спальника, два матраса, спальники нормально, а матрасов многовато, ну, короче говоря, можно ужаться еще, и в целом, вместо вот этой большой сумки, сумочку маленькую на 20 литров, будет достаточно, кофр, не хочу, не ставлю кофр, потому что, во-первых, ну, я поэтому купил этот мотоцикл, я хочу максимально легкий мотоцикл, кофр, это лишний вес, кофр, это где-то лишний объем, потому что сумку ты набил, скрутил, она занимает ровно столько, сколько в ней лежит, кофр всегда занимает одно и то же место, и я сейчас, по стилю, не придумал, какой кофр сюда подойдет, что-то смотрел одни и другие, короче, так ничего и не выбрал, и решил не покупать, вот, чего не хватало, чего не хватало мне в поездке, это подогрева рук возвращался, я уже были холодные ночи, вот, ехать было холодно, приходилось заканчивать поездку раньше, чем ты можешь, то есть время там 9, темнеет в 7, и в 9 уже, ну, ближе сюда, были достаточно большие холода, замерзали руки, то есть, если ты можешь поддеть там, толстовочку, кофточку, то, ну, у меня были с собой более-менее теплые перчатки, все равно руки остывали, вот, надо ставить подогрев ручек, ну, и если вы, как мы уже говорили, если вы хотите долбить по трассе, то ветрозащиту тоже надо дополнительно, я бы порекомендовал оригинальное стекло, потому что оно действительно правильно сделано, оно шире, и чуть-чуть повыше, во всем остальном, мотоцикл меня полностью устраивает и удивляет, то есть, я не ожидал, что он настолько хороший, на этом, наверное, все, друзья, задавайте свои вопросы, наверное, что-то я забыл рассказать, поэтому, с удовольствием, на все вопросы ваши, я отвечу, и приглашаю вас подписываться, потому что наше путешествие, оно было, ну, очень веселым, и интересным, теперь задача только вот о нем рассказать, потому что это сложно, снимаешь всегда, когда тебе легко и хорошо, а когда тебе сложно, тебе не до съемок, поэтому, придется, какие-то еще комментарии добавить, чтобы было понятно, как, как это у нас проходило, проходило. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok